Патриотизм и командный дух у юных ульяновцев развивают в военно-спортивных играх. Зарница 2023 проходит ежегодно в несколько этапов. Позади уже школьный и муниципальный, а сейчас проходит зональный этап. Участники Зарницы соревнуются по нескольким направлениям. На зональном этапе команды соревнуются по шести видам программы. Это бег 60 метров, силовая подготовка юноши, подтягивание на высокой перекладине, девушки, отжимание от пола, неполная разборка автомата Калашникова и сборка после неполной разборки, снаряжение магазина патронами к автомату Калашникова, а также плавание. Одной из баз зонального этапа стали физкультурно-оздоровительные комплексы в Ново-Ульяновске. Здесь соревнуются команды из разных муниципальных образований Сингелеевского, Теренгульского, Маинского, Ишевского и Цельнинского районов, а также из города Ново-Ульяновск. Каждая команда состоит из десяти мальчиков и четырех девочек. Готовиться к соревнованиям ребятам помогали педагоги и наставники. Всегда готовимся, всегда ждем хороших результатов. Вообще в Зарнице мы участвуем уже давно, с 2015 года. В 2015 году мы представляли область на Зарнице по Волжье в Оренбурге. Но в этом году тоже хороших результатов ожидаем. Каждый год Сергей Розенков тщательно отбирает команду, в том числе и из новичков. Регулярная подготовка – залог успеха, считает учитель. Меня позвали. Я начал учиться, маршировать. В первый день было очень трудно, непонятно даже. Когда начал маршировать, я даже не понимал, куда и как идти. Ну и куда поворачивать я не очень понимал. Но потом привык. И вчера последняя тренировка была. Там у меня уже все правильно делалось. Сегодня выступили. По итогам зонального этапа пять команд-победителей поборются за первенство в финале региональных игр. Команда, набравшая наибольшее количество очков, представит регион на окружном финале военно-спортивной игры «Зарница по Волжье», который запланирован осенью в Оренбургской области. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.